всем привет всем привет сначала скульпт из альфа 6 а потом опять The Brush это вот как по прошлым видео уже этот ролик я снимал но так вот как произошла большая трагедия с трансляциями получается у меня один ролик остался, а второй свалил тоже вот печальная история, если какой-то сбой то вот именно факт не факт пропадает не пропадает что произошло я так еще и не в курсе может в чем-то я виноват что исчез этот ролик но в принципе не суть дела так погнали делать опять ветку так она мне понравилась и вот именно этот ролик исчез так ставим граб все по быстренькому буду объяснять и вот это дело все уменьшаем перо увеличиваем уменьшаем вот так и значит интенсивность снизу и погнали все это дело по симметрии симметрия вот включена туда-сюда так вот так все это дело моделируем вот так вот здесь чуть-чуть вот так прибавляем shift правая кнопка мыши все это дело выравнивает так вот так вот чуть-чуть прибавляем кое-где уменьшаем кое-где вытягиваем пусть здесь будет типа корни вот так вот здесь чуть-чуть можно вмять а здесь чуть-чуть можно сделать припухлость так не забываем все это дело опять же выглаживать чтобы не было ломки и детализацию можно уменьшить а можно вот так здесь у меня на всю поставить так вот здесь вот вот так а здесь вот сделаем чуть-чуть корни вот таким вот образом так теперь берем ставим граф уменьшаем интенсивность и уменьшаем так интенсивность можно прибавить кстати уменьшаем размер пера вот так все это дело ставим вот так и теперь с помощью граб вот так все это дело вытягиваем вот так чуть ставим больше размер пера и вот так немножко придаем форму чуть-чуть вот извиваем так теперь опять же уменьшаем перо и вот эти вещи вот так вот где-то если косяка в пароле просто сглаживайте не беда так вот так все это дело устанавливаем таксиметрию термоприи и поработаем опять драйв сделаем вот здесь вот шишку шишка зачем делается я вот сейчас повторюсь просто когда вы начинаете что-то вытягивать чтобы не было ломки должна быть какая-то здесь масса и получается что если массы нет у вас начинает вытягиваться сетка и начинает ее очень сильно ломать рвать могут появиться дыры вот так вот так опять повторяем эту операцию вот так чуть-чуть уменьшаем перо чуть-чуть прибавляем подгоняем и вот так все это дело в принципе много не надо вы потом поймете почему так вот так пускай немножко искривляйте их вот так вот и вот эту часть тоже можно типа сучка сделать вот так маленького так ну и вот эти вот части тоже можно повытягивать как кто так теперь драфт побольше и поставим на оригинале здесь большую пинку такую вот так вот раз и вот так ее немножко можно сгладить вот так вот здесь где-то вот так вот можно пройтись ну словом вот такая штука получается так еще можно внизу здесь чуть-чуть подкорректировать кое-где подгладить чтобы ветка была именно сказочная вот так вот чтобы потом взбрас уже вот на эти детали не отвлекаться опять же преломление света будет прикольно когда вы будете битр делать ну и тут можно чуть-чуть преломить чуть-чуть и вот так вот подгладить и вверх можно чуть-чуть хотя и не не факт не вариант ну что-то в таком духе получилось теперь все это дело экспортируем так пишем дуб сохранить и заходим за браш жмем импорт находим на рабочем столе или куда вы там сохраните дуб вот он появился вы его вытягиваете левой кнопкой мыши жмете edit можно даже make polymesh нажать так вот дуб есть следом сап тулы жмем так давайте наверно сначала в тулы зайдем откроем куб жмем make polymesh жмем ctrl d ctrl d можно даже еще ctrl d заходим теперь в геометрии нажимаем теперь до ловы и нажимаем дай нам с все это сделано темно дерево можем зайти и вот именно в саптулах жмем append и подгружаем вот этот куб вот так теперь на кубе переключаемся на куб нажимаем x смотрим где у нас симметрия вот она и отсюда будем плясать сейчас симметрию пока отключаем опять x ставим маску смотрим толщину многовато уменьшаем дров сайс и вот так вот рисуем тинь 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 вот так следом можно еще вот так вот повернуть и от этого так пардон это я не то рисую получается вот так вот раз два три четыре пять шесть а здесь получается вот так вот получается вот так вот раз два три четыре пять все жмем ctrl d следом берем деформация и inflaten можно прибавить можно вглубь ввести опять жмем ctrl и жмем ctrl в смотрим так ctrl z ctrl w нажимаем это нам очень пригодится так еще раз здесь где-то вот тут вот так вот нарисуем вот так вот так вот так вот так вот так и вот так вот раз и вот так вот жмем ctrl и жмем опять inflaten можно прибавить кстати вот эту часть жмем ctrl и и жмем ctrl w смотрим что у нас тут поле группами все в порядке все зашибись вот теперь с этим делом будем работать поле f можно отключить включаем нас так на кубе остаемся теперь геометре сайс и у так все это дело уменьшаем это дело прибавляем и немножко можно еще прибавить первый ставим гизма умов вот так вот устанавливаем как нам хочется вот таким вот образом теперь опять же ctrl и вытягиваем жмем style уменьшаем возвращаемся на гизму и опять же вот этот куб устанавливаем как бы нам хотелось вот так вот даже можно все это выше поднять чтобы именно было видно ветки вот это вот так вот наверно теперь опять же ctrl и ctrl дубликат перекрутка установка опять же перекрутка подгонка где-то будут гладкие где-то не очень теперь получается ctrl и можно теперь скайл прибавить вот так вот вот теперь мов гизму и вот так все это дело перекручиваем и подгоняем вот в таком духе чтобы кубы именно виделись чуть-чуть вы их вот так вот корректируете теперь опять же ctrl перетяжка установка перекрутка подгонка вот так вот опять же можно скайл вот так и теперь можно опять все это дело компоновать подбирайте правильный угол разворачивайте разным рисунком вот так вот где-то где-то рисунок поставки выпуклый где-то рисунок вдавленный ну словом где-то вот так вот компонуйте и опять же создавайте углы вот так вот и уменьшайте размеры так ctrl z вот так вот и Продолжение следует... Продолжение следует... Один вот сюда вот надо посадить. Вот так вот. Вот так. Всё нормально. Немножко его, наверное, ещё вот так вот усадить. Так, всё. Теперь что делаем? Добавляем остров в геометрии, так, саптулы. Так, аппенд, добавляем куб, делаем ему дубликат. Так, заходим в геометрию, уменьшаем. Чуть-чуть прибавляем, немножко растягиваем, немножко уплотняем. Вот так вот. Смотрим, что получилось, и немножко расширяем. Вот так. Следом MOV, всё это дело опускаем до корней. Вот таким вот образом. Теперь заходим в Brush, находим MOV Topology. Вот так вот ставим Draft Size побольше. И немножко вот так всё это дело искривляем. Draft Size можно поменьше, и придавать вот так вот разную форму. Вот таким образом. Где-то приподнять, где-то подтянуть, где-то увести. Ну, словом, вот такой прикольный островок получается. Всё нормально. Теперь заходим в Саптулы второй куб геометрии. Всё это дело уменьшаем. Так, теперь опять же уплотняем. И немножко вот так вот вытягиваем, и опять можно тоньше его сделать. Вот. С помощью MOV всё это дело опускаем, вот до такого. И немножко в толщине надо прибавить. Вот так где-то. Вот такая штука получилась. Типа остров на море. Давайте теперь всё это быстренько раскрасим. Ставим стандартную кисть. RGB зад отключаем. Переключаемся на кубы. Находим зелёный цвет. Ставим материал белый, чтобы видеть именно какой цвет на самом деле. Вот так вот. Драфт сайз побольше. И вот это всё дело красим. Вот так вот. Так, для чего вот эти нужны именно полигруппы, которые мы назначали. Теперь shift. CTRL-SHIFT, выделяем все вот эти полигруппы. И теперь делаем чуть-чуть потемнее. Драфт сайз прибавляем. И вот так всё это дело красим. Вот таким вот образом. Можно даже ещё где-то потемнее. Вот таким вот. В одном месте так, в другом так, чтобы перепады были. CTRL-SHIFT. Вот вы видите, что выделились рисунки. Также можно поступить с другими рисунками. Вот этими выпуклыми точно так же. Только теперь можно им, допустим, чёрный цвет добавить. Вот так вот. CTRL-SHIFT всё включается. И теперь ствол. Ствол выбираем ричневый. Вот где-то так. Всё-таки всё это сказочное. Вот таким вот образом. Так, остров. Невезение. Выбираем вот таким цветом. Так, это что-нибудь так. Вот так этот остров будет цветом. Немножко можно добавить белого, уменьшить. Интенсивность. Вот так вот. Кое-где подкрасить. Притянить. Ну и теперь море. Океан. Интенсивность теперь можно побольше поставить. Дровсайз тоже побольше. И вот так всё это дело рисуем море. Так. Вот такой остров получился с деревом. Ничего так прикольно. Кубов просто можно побольше как-то их компоновать. Это долгая песня. Вы сами как-нибудь их по-своему установите. Вот так вот ракурс подбираем. И что-то в таком духе получается. Также можно дереву кору добавить и можно нарисовать какую-то голову. Всё. Всем пока. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok